Периферическая нервная система включает ряд таких заболеваний, как хондрозы, их достаточно много, номенклатура очень большая, радикулопатия, есть ряд заболеваний, которые в принципе входят и нейрохирургическое в это понятие, поэтому вся номенклатура она огромная, перечислять их достаточно долго, но вкратце могу сказать, что это все хондрозы, радикулопатии и так далее. Что касаемо костно-мышечной системы, ну здесь уже из названия понятно, что это нарушение именно целостности костей, суставов, различных синдромов и заболеваний, то есть это заболевание костно-мышечной системы, это переломы, артрозы, гонартрозы, коксартрозы, различные все виды переломов, включая позвоночник, ребра, ну и так далее. С возрастом весь механизм, да, и функции человеческого тела меняются, да, изнашивание, так скажем, и костной ткани, да, то есть и костей всех видов, да, включая в основном для старшего поколения, да, характерны вот эти хондрозы плюс дорсопатии, так называемые, достаточно много встречается изнашивание костей коленного сустава, тазобедренных костей, да, всем этим мы, в принципе, различные виды миалгий, да, то есть и мышечные боли, всем этим мы и, в принципе, и занимаемся. Мы производим разработку данных коленных суставов, это так называемая реабилитация после эндопротезирования, да, эндопротезирование коленного сустава, тазобедренных суставов, всем этим мы занимаемся очень благополучно, уже достаточно длительное время, поступают с различных медицинских учреждений, но в основном это, конечно же, приоритете вся московская область. Первично, когда человек поступает, да, поступает на приемный покой, потом, соответственно, к нам в отделение, в первый же день его осматривает так называемая мультидисциплинарная команда, в которую входит и терапевт, и врач-травматолог, и врач физиотерапии, врач ЛФК и, конечно же, врачи ФРМ, так называемые, это реабилитологи. И строится план. План, все зависит от возраста пациента, да, и от тяжести его состояния на данный момент поступления. Чем старше, конечно же, 65+, плюс специфический осмотр специалиста-гириатра. Он необходим и он, в принципе, и осуществляется у нас в отделении также. Строится план. План на все время нахождения пациента в отделении. И учитываются особенности, плюс сопутствующие заболевания. И разрабатывается план, методы именно восстановления данного пациента с данной патологией, с данным диагнозом. Гириатор – это тот, кто непосредственно осматривает пациентов старше определенного возраста. То есть он прописывает профилактические манипуляции, если необходимо, и лекарственные методы, которые были ранее или меняет, ну, совместно с терапевтом, да, совместно там с кардиологом. Ну, скорее всего, больше скульпторы. Архитектурой занимаемся не мы, да, а вот сделать скульптуру, вернуть функции, вернуть так называемые паттер ходьбы, правильность походки после эндопротезирования. То есть эндопротезирование – это что, да? Взяли ваш сустав, засунули, грубо сказать, да, металлический протез, да, который, в принципе, должен, он все имеет свой срок годности, да, то есть в любом случае, через какое-то время его нужно наблюдать, тот же эндопротез, да, следить за ним, ухаживать. Но операция, ну, по… и общаясь с травматологами, можно сказать, ну, не очень сложно, как они сами говорят, конечно же. Наша функция что? Вернуть человека в нормальное жизненное русло, да, при помощи всех методов, которые имеются у нас. Конечно. К каждому человеку, помимо того, что мы врачи, мы все врачи, да, разных специальностей, объединила у нас одна специальность – это реабилитация. Мы каждый доктор, каждый специалист, вроде не то чтобы… ну, мы все уникальны, конечно же, по-своему, да, должен найти подход человеку, да, и это своего рода искусство, конечно же, да, потому что все разные люди, все, нету одинаковых ни пациентов, ни болезней, да. Каждому нужен индивидуальный подход, каждому нужно подойти, поговорить, рассказать, показать. Всем этим занимаются наши сотрудники, которые работают в реабилитации. В большинстве случаев и сейчас у нас работают специалисты, которые в той или иной степени работали с уже подготовленными людьми, это спортсменами, да, то есть бывшие фитнес-инструкторы, да, получившие медобразование, среднее медобразование, да, и работающие методистами ЛФК, в какой-то степени они применяют эти спортивные навыки уже на наших пациентах, да, когда мы объединяем помимо вот этой физической нагрузки, мы еще используем и физические методы, такие как физиотерапия, да, то есть все, чтобы осуществить и добиться конечного результата, это должно быть подход комплексный. Просто сказать человеку «иди и ходи», да, такое не бывает, да, то есть, ну, и люди у нас, конечно, разные, да, и все они хотят очень быстро восстановиться, но, как правило, тот же эндопротез, период восстановления до шести, а то и до года, в зависимости, опять же, от человека. Если есть желание у человека, он восстановится гораздо быстрее, нежели тот, который скажет «нет, мне ничего не помогает, я, наверное, там, мне болит», оно будет болеть, оно у всех болит, да, но все по-разному оценивают свой механизм, да, восстановления. Конечно, без юмора у нас никуда, мы очень между собой, в присутствии пациентов, конечно, мы ограничиваем свой юмористический, да, такой посыл, но среди коллег, конечно же, медики без юмора, я думаю, что выгорание происходит гораздо быстрее, если нет юмора. Есть молодые, например, люди, да, которые в подавленном состоянии, мы это состояние нормализуем, у нас есть и психологи, нейропсихологи, есть и психиатры, которые приходят, консультируют таких пациентов, а есть, например, ну, чтобы было понимание, да, есть молодые, есть взрослые, да, та же бабушка какая-нибудь, да, в 89 лет, она может раньше пойти, нежели там 30-34-летние, все зависит от настроя, опять же, и от самого пациента, плюс работа, конечно, с родственниками, которые приходят, навещают своих родных, близких, мы тоже об этом рассказываем, говорим, показываем, при выписке данных пациентов даются масса рекомендаций, показываются определенные упражнения, что нужно делать в домашних условиях, что можно делать в домашних условиях, как себя вести, потому что, как правило, вот взрослые люди, они обычно живут, ну, одни иногда, да, вот, поэтому и помочь, как правило, некому, поэтому мы стараемся по максимуму восстановить данного пациента, чтобы она смогла или он обслуживать себя на дому уже самостоятельно, без какой-либо посторонней поддержки. Нейропсихологи – это как раз проученные, ну, больше, наверное, педагогические, да, то есть люди, помогающие морально восстановиться после, ну, в нашем случае, в данное, после травмы, потому что помимо замены эндопротезов бывают и так называемые сочетанные травмы, да, то есть рука, нога, плечо, это может быть вместе, политравма так называемая, какой-нибудь ДТП, бывают боятся пошевелиться, боятся встать с кровати, бывает даже такое, что боятся присесть на кровати, то есть лежа осуществляют свои там все гигиенические мероприятия, да, то есть обедают, ужинают, все в лежачем, ну, этого человека уже давно пора встать или хотя бы сесть, но вот психологически вот этот барьер, страх перед тем, что опять произойдет, вот этим вопросом как раз и занимается. Самое большое, наверное, это у нас все на нем занимаются, уже не раз, наверное, слышали про него, это аппарат СМИЛТ, также имеется ряд аппаратуры, это так называемые артромоты, на которых производится пассивное и активное разгибание той или иной конечности, необходимые для восстановления функций, то есть выбирается градус, выбирается нагрузка на коленный, на голеностопный, на локтевой сустав. Ну, наработок много, все, опять же, повторюсь, наверное, и скажу, что все это делается комплексно, помимо артромотов, лечебной физкультуры, индивидуальных занятий с пациентами, мы подключаем и физиотерапию, и лазеротерапию, прессотерапию, то есть достаточно много различных методик, мы, так скажем, жонглируем в процессе восстановления пациентов. Самое главное, наверное, есть так называемая разработка, сколковская разработка, это экзоскелет, ласково между собой мы его называем Федя, экзоскелет уникальная вообще разработка, помогает для людей с нарушенным эпатром ходьбы, с порезами нижних конечностей, с нарушениями различными, то есть это роботизированная техника, высокоинтеллектуальная, так скажем, уже с последним обновлением туда включили, по-моему, даже если я не ошибаюсь, и искусственный интеллект даже, то есть он полностью помогает человеку восстановить, но не без помощи, конечно, наших инструкторов, методистов и врачей. Хотелось бы еще дополнить ряд своих методик, есть которые необходимы на данный момент, но мы их объединим и в дальнейшем, я думаю, расскажем про них.